Друзья, всем привет! Приветствую, друзья! Добро пожаловать на нашу предпраздничную распаковку. Сегодня у нас вот такая куча коробок, пакетов и еще неизвестно чего. Подарочков. Подарочки, да. И у нас есть Дед Мороз еще, который их принес. Купили мы это за 313 долларов. На аукционе. Окрабляйте куда хотите. Что здесь, сейчас поймем. Для тех, кто, может быть, впервые смотрит это видео, быстренько скажу, что, скорее всего, это возвраты в магазины. Люди купили товар и по каким-то причинам вернули. Но что-то возможно... Или же не забрали из магазина. Да, да. Потому что, к примеру, вот эти коробки... Ну, нет, там разорваны, я видела. Вот эта нижняя, она надорвана, а это совсем по заводскому упаковку. Да, и вот эта вот по заводскому упаковку. Поэтому мы не знаем их историю. Приступаем. С мелочевки, как всегда, начнем. Вот и сразу такую подарочную. Вот эта коробочка, мне кажется, подарочная. И мне кажется, что нам что-то подобное уже попадалось в обычных потерянных посылках. Там, скорее всего, какой-то наборочный подар, скорее всего, для женщины. Наборочный подар. Ну, такой тоже бывает. Давай, включайся уже. Хорошо. Наборочный подар. Что-то нам на подобие уже попадалось, да, Вов? Хорошо пахнет. Розами, да? Так, стакан. Написано, ручное мыло. Хендмейт, то есть ручной. Я сегодня точно не выспалась. У нас гроза была ночью и спала плохо. Какие носочки! Какая прелесть! Это Никите отдадим его размер. Хотя это на женщин тоже налезть, но он больше всего любит такую мягкость. Такая кружка. Написано, что эта кружка обнимашки от меня тебе. У нас такие наподобие уже есть. Это, знаете, как дорогу брать, чтобы не остывали, типа термоса. Свечка, скорее всего, да? Нет. Вот смотри, что это. Боди-баттер. Ой, наверное, пахнет хорошо. Здесь все пахнет розами. Сильный запах розовый от всего. Это крем для тела, масло для тела. Скорее всего, жирный крем. Вот так вот баттер это. О! Такой же запах, как и мыло. Хорошо пахнет розами. И написано, что без всяких химикатов натуральные. Ой, мне подарок! Мне подарок! Прямо начали с подарка. Так что здесь еще? Кто-то сегодня будет принимать ванну. Это не я. Ой, у нас уже такая же была. И тоже, помнишь, это были листья сухие, розовых лепестков. У нас уже была бомбочка. И тоже пахнет. Вот такой вот подарочек наборный. Да что ж такое, а? Так, такой набор подарочный. Все, исправилась я. Успокойся. Цена, не помнишь, примерно сколько они? Долларов 30. 34, по-моему. Ну, что-то от 30 до 40 долларов этот набор стоит. Мы не будем его искать. Единственное, обещаем, что дальше будем стараться искать. Просто это сейчас перед Рождеством бесполезно. Давайте еще для меня подарочки откроем. Я выкладывала, видела, что здесь есть подарочки еще для меня. Нам что-то подобное уже попадалось в обычной распаковке. Это, как Коля говорит, брилка. Так как у нас дети родились и выросли в Америке, они по-русски говорят хорошо, но некоторые слова коверкают, потому что точно не знают, как это называется. И Коля у нас назвал это брилкой. И мы теперь называем брилкой. Что это? Почему-то какое-то странное. По-странному. А, ну это вот обычная бритва, да? Непонятно. А это, наверное, бритва... Ладно, будем разбираться потом. Браун известный немецкий производитель вот этих вот машинок по уходу за кожей. Сейчас я гляну, здесь наверняка где-нибудь написано. Вот смотри, здесь даже написано, сделана в Германии немецкая машинка. Это надо заряжать, наверное. Ну, да, хотя бы включим. Да, посмотреть, рабочая она или нет. Не была герметично запакована. Так она вроде выглядит новой, неиспользованной. Все рабочее, да, будем полную цену давать. Ага, окей, это меняется. Две насадки, да? Это вот чистить. Щеточка. Ну, главное, что сама машина работает. Вот эта насадка, она как будто выщипывает. Видишь, есть закрытые, а есть открытые. Ну, ты хочешь сказать, что это выдирает волосы, что ли? Вот такая машинка немецкая брюка. Оригинальная цена 72 доллара. У них сейчас продается за 50 долларов. Ну, я так и думала, что где-то в этом районе. 50 долларов запишем. Ну, и давай уж сразу вот эту. И я, кстати, хотел ее тоже. Да, ну, потому что тут ясно и понятно, что это все для меня. Кстати, вот этот бренд Silkin, он известный производитель, ну, по крайней мере, в Америке. Здесь приборов вот таких маленьких по уходу за кожей. Но это, видишь, смотри, это пилка, наверное, для ног и для рук, судя по тому, что здесь вот такие насадки. Смотрите, это, наверное, все-таки полировать кожу на пальцах, рук и вокруг ногтей, я думаю. Вот это вот насадочки две новенькие, видите, все в упаковке. Так, батарейка там есть, да? Что-то он как-то слабовато, может, батарейка там какая-нибудь уже разряженная? Наверное. А у нас батареек нет таких сейчас, да? У нас закончились. Решили не искать другие батарейки, не выставлять старые. Потом разберемся, как это делать. Засчитаем по полной цене. Я не думаю, что она дорогая, эта машинка. Вот, ну, вы видели, она рабочая. Просто батарейки нужны хорошие к ней. Вот эта пилочка называется Pedii Pro, короче, два в одном. И для пальцев, рук, и для пяток. А, здесь вот даже нарисовано руки мои. Да. На официальном сайте такая пилочка, оригинальная цена 34 доллара, а сейчас продается за 25. Она, в принципе, недорогая, я так и думала. Типа еще для меня подарочек. Но это не считается. Это, скажем так, чтобы поменьше пользоваться той пилочкой для пальцев, надо использовать перчатки. Но это совсем, знаешь, такие прям вот мощные. Да они же такие грязные. Вот эта пара грязные. Странно, а были упакованы. Видно, что новые совсем, что их... Ну, если что, выкинем, пару, одну засчитаем. Давай, за это дадим долларов пять, и не будем искать. Ну, давай, наверное, еще одну маленькую, а потом уже по крупничку надо пройтись чуть-чуть. Это уже для тебя подарок какой-то, да? Видно, что это? А что это мини? Ну, это тиски. Тиски, окей. Мини тиски. Что-то у нас это сегодня будет все использовано? Ничего оно не использовано. А, я просто вижу здесь какой-то желтый. А, это скотч, старый, желтый. Все новое. Ну, это, короче, на столе что-то зажимать, и если работать с чем-то с плоским, или даже не очень плоское. Неважно, с чем. Насколько она раскрывается пальцами, нам покажи примерно. Да, совсем немного вот так. Вот доску какую-то зажали, и делай с ней что хочешь. Нашла я именно такую только на ebay, на сайте ebay, где продают все с рук. Вот она прям точно такая. И стоит там 30 долларов, 65 центов. Запишем 30 долларов. Давай уж что-нибудь вот из этих, из больших, какую-нибудь вот такую откроем. Вот здесь написано, кстати, на каком-то, какое-то японское слово, митсуката, хикари. Написано, что здесь какой-то вентилятор. Как по старинке. Или проветривать мозги. О, какой огромный. Это как раньше такие использовали. Не знаю, может сейчас тоже используют. Сейчас пора кондиционеров. Хотя вот такая, в принципе, находка хорошая. Она с Колей вечно, ему жарко летом. Наверное, ему в комнату будет нормально, да? Сейчас посмотрю. Так, тут еще что-то. Даже пульт есть. Ну да, это, наверное, какой-то японский производитель, судя по названию. Митсуката хикари или хикари. Смотрите, какая громадина. Он, наверное, еще и вытягивается. Я думаю, что он еще регулируется туда-сюда. Здесь есть какое-то табло. Все так по-серьезному. Такое чувство, что его даже не открывали, да? В смысле, не вытаскивали. Вова вот снимает все. Все новая фабричная упаковка. Можно было бы сказать, что это такой старинный фен, если бы не вот это табло. Пульт. А что вот это такое? Интересно. Какая-то насадка еще. Судя по пульту, здесь можно регулировать скорость, время устанавливать. Ну, наверное, на табло, когда включить, когда выключить. А что за лампочка? Вот лампочка, что еще светится, что ли? Потому что здесь еще лампочка какая-то. И можно с помощью пульта регулировать угол наклона. Представляешь, как хорошо. Тогда это современный фен. Еще главное, чтобы он работал. А, он заработал. Ну и как это угол наклона? Здесь, кстати, нужны какие-то батарейки в пульте? Нет. Там есть. Вот он, смотри. Начал крутиться. И можно вот этой кнопкой я регулирую вот так движение, а вот этой кнопкой я буду еще регулировать движение. То есть он будет и вот так, и вот так. Слушай, какая хорошая штука. Представляешь, для Коли какая будет на лето радость. Надо сделать на всю катушку. Слушайте. Да. Ой, вы посмотрите, какая машняка. Все. Вот японцы, а. Даже из фена конфетку сделают. Он даже, глянь, даже на потолок дует. Это самый крутой фен, который я когда-либо видела. И он чувствуется добротно. Знаете, иногда бывает пластиковое, такое легкое, все какое-то сейчас развалится. А этот такой массивный, тяжелый, плотный. Опускается, видишь, у нас холодно. Ага, умный какой, умный фен. Вообще, это Коле подарок, 100%. Кстати, я прочитала, что его можно использовать как ночник. То есть он... Светится. Да, не будет крутиться, а просто будет свет давать. А для чего вот это? Я так пока не разобралась. Потом будем разбираться. А здесь не видела ничего? Нет, ничего не видела. Вот это оно. Может быть, это... А, это, может быть, надо отсоединять, можно присоединять как... Как что? Ну, ладно, Коле разберете. Или Ники. Слушай, это фильтр запасной, Вов. Смотри, там как фильтр внутри. Наверное, в нем еще и фильтр есть. Потому что он, видите, там как губка какая-то. Так, ну что, классная машинка. Давайте найдем ее цену. Я уверена, что это прям минимум 100 долларов стоит, судя по функциональности этого агрегата. И он, ну, очень тяжелый этот фен. Классная машина. Особенно в Южной Каролине летом. Вот я его нашла, но здесь его нет в наличии. Сейчас покажу цена. Вот, видите, 273 доллара. Серьезно? Да, папочка, ты посмотри, какой он крутой. Место для пульта, что называется, есть. Ага. Вообще супер машина. Место для фильтра я так пока не знаю. Ну, судя по картинке, это где-то вот тут что-то снимается. Обычный фильтр там, где воздух дуется. Наверняка здесь как-то... Ладно, будем разбираться. Ну, давай уж вот это вот. Разорвана какая-то упаковка. Судя по всему, это ковер для улицы. Но это, знаешь, не такой, который на патио, наверное, стелится, а который, знаешь, на океан куда-то брать. Смотрите, как это... А, нет, какой-то он длинный. Большой. Да. Он 6 фит высотой и 4 шириной. Грязный, что ли, чуть-чуть где-то, видимо, затерся. Да, там дырка была в пакете. Да, вот он, наверное, где открыто был на складе, наверное, где-то чуть-чуть испачкался. Ну, так как это для улицы, это не важно. Я почему-то, когда увидела упаковку, я подумала, что это, знаешь, на пляж куда-то брать. Или, знаешь, на пикник, вот на природу постелил. Я вообще подумал, что эти вот эти роллы делать. Какие роллы? А! Команские. Я просто думал, их там много. Пластиковые, да? Тоже с пластиками пользуются. Так, ну, давайте поищем его, и, может быть, нам гугл подскажет, как правильно его использовать. Сейчас я вам покажу название цвета. Канкун? Да! Да, мульчик. Даже эту штуку совы не будем брать. Мы готовы туда ехать, и даже без ковра, да? Короче, нашла я его, вот. И для ули... Написано, сейчас покажу. Написано, что это и для улицы, и если хочешь, даже и внутри можешь использовать. На балконе где-то, в ландре даже можно использовать. Короче, мультифункциональный ковер. Куда хочешь, туда и клади. Ну, я положу гар. На полочку. Ага. Так, ну, и цена его 59 долларов. 4 на 6 размер. Мы так прикинули, наверное, у нас 4 на 6. Обувь у нас тут какая-то коробка вся разодранная. Написано, страйд райд. Это известный производитель спортивной обуви. Очень хорошую обувь. Мы раньше детям часто покупали. Так, размер. Ну, это для Никиты большая, для Лизы маленькие. 5М. Сейчас проверю, так ли это. Да, такие кроссовки очень легкие. Они делают такое качество, что вообще не снашиваются кроссовки. Да, ЮС 5М. А у Никиты сейчас 3-4 где-то, да? Ну, что, на вырос Никите нормально водит, да? Я думаю, что весной уже будет носить. Забавно. Или сейчас на теплый носок рождественский, да? Мы ему это заказали. У нас сегодня на улице ночью было 63 градуса. Ты на Цельсии переводи. На Цельсии 17 по Цельсию. И сейчас на улице мы даже окно открывали, чтобы не вздохнуться здесь. А о чем ты говоришь? Ну да. Какой Крисмос? Не, ну в январь у нас здесь холодный. И февраль. Вот такие кроссовки. Найдем сейчас цену. Никите подарочек. Нашла я эти кроссовки. Как я и думала, вот 62 доллара. Серьезно? Ну, естественно, это бренд хороший. Они вообще, им сноса не бывает. Вот они такую обувь делают. И дети из нее только вырастают. Да нет. Дети из нее обычно вырастают. Но она еще годная. Давай вот это. Ну здесь понятно, что. Да, здесь написано, что это отельного качества две подушки. Такой размер. Обычно они эти. На двуспалку. Queen. Такие не очень длинные. Я не знаю, как это. Европейские размеры. Здесь они делают двух, по-моему, размеров. На двуспалку стандартные. И на King размеры. Это такой, на огромную. Самый большой размер. Они прям длинные. Слушай, действительно. Так выглядят неплохо. Подушечки. Вакуумная была упаковка, нет? Да. Они еще вакуумные упаковки. Держишь? Сложно сказать. А, как тут все по-серьезному. Размер хочется понять. Подушки хорошие. Наверное, King. Вот. Она сейчас распластается, когда надуется. Наверное, это все-таки большие. Мне просто хочется понять, какая начинка там. Но если отельного качества, то скорее всего синтетика. Потому что у многих напух аллергия. Да. Все-таки это Queen. У меня она поднимается. Да, синтепоновая начинка. Но, знаете, такое хорошее. Мы, если нам не нужно, дарим эти подушки обычно. И я даже знаю, кому мы их подарим. Да, Вов? Ну, я думал, мы об одном человеке думаем. Хорошие подушки. Видно они прям качественные. Добротные такие. Давай найдем цену. Вот название. Вот название. View Star. Смотрите, оказывается, у них есть свой официальный сайт. View Star. И вот я нашла такие подушки. Продаются за 39 долларов за 2. Давай. Да, вот эта тяжелая какая-то коробка. Понятно. Вся разодранная. Тут это адрес срезан. Это... Или возврата, или потеряшка, да? Нет, ну глянь, она как использована, что ли. Наверное, да, что-то. Да, использована что-то. Что использована? Нет? Нет, конечно. А что это такое тогда? Тормозные колодки для машины. Для какой машины? Этого я не знаю. Со всеми креплениями. То есть ты считаешь, что это вот так новое выглядит, да? Я абсолютно уверен в этом. Это тормозные колодки абсолютно. Так, давай пытаемся... Ой, там еще, да? Такие же. Это одна пара идет на левое колесо, вторая пара на правое. Окей, сейчас я поищу. Может быть здесь какое-то есть описание для какой машины. Так, ну я здесь ничего не нашла. Вова говорит, что скорее всего они универсальные, да? На легковушке. Я думаю, что они универсальные для какой-нибудь модели, а, скажем, для Тойоты. Да, для марки. Вот я поэтому пыталась найти. Ладно, давай сфотографируем. Может быть, это... Google нас направит. Ну, хотя бы просто цену найти. Ну вот, я нашла на Амазоне. Вроде как они. Но опять-таки не написано для какой машины. Я думаю, что те, кто разбираются в этом, они, наверное, понимают, для чего это и как. Стоит 50 долларов 63 цента. Кому надо, приезжайте забирать. Да, если кому-то надо, из наших зрителей, кто живет недалеко от нас, приезжайте забирать, мы подарим. У нас email под видео, сначала напишите, естественно. Давай вот это уже. Здесь какие-то два одинаковых предмета. Ну, мы догадываемся что-то. Мне, знаешь, что это напомнило? У меня в детстве у нас была баня. И там на полу были вот такие вот какие-то решетки. Это оно и есть. Да? Деревянные решетки. Но это они у нас были такие, какие-то влага и температура неубиваемые. Здесь еще одна упаковка. Деревянные тоже, да? Бамбуковые, судя по всему. Ножки против скольжения. Я не думаю, что это бамбук. Бамбук обычно не красит. Так, а что вот это? Мини-решетки? Какие-то? Наверное, это на слив. А, ты думаешь, что это куда-то в душ или куда-то, да? Так, а вот давай тут там бумажка где-то была, мы посмотрим. Может, здесь что-то написано? Так, написано бамбук в это... Мэтт, как его, коврик типа, да? Решетка для ванны и для душа. То есть, куда хочешь, туда используя. Да, можно и душ, наверное, поставить. Или на выходе, наверное, скорее всего, да? Наверное, мылится все-таки. Ой, какой классный мылится. Вот это крутая штука. Да. Чтобы мыло не заставилось. Да, у нас две, если две, будет вообще супер. Так, слушай, Вов, а... Смотри, тут даже печать есть. Хорошая штука. Какие-то брендовые. Слушай, Вов, а если она влагостойкая, то мы можем на улице ставить на выход на патио, чтобы заходить, там обувь составлять. Да. Потому что, если уж она и в этом ванной может использоваться, то, наверное, и на улице может использоваться. Да, запросто. Ну, мы найдем это на применение. Штука хорошая. Сложно было найти такой размер, как у нас. Обычно они почему-то маленькие, а у нас гигантские они, да? Прям такие большие эти решетки, коврики, не знаю, как назвать. Нашла такого же размера, как у нас, на ebay, и стоит там 74 долларов. За одну? За одну. Серьезно. А сколько она должна стоить? Посмотри, какое качество. Я думал, четвертачок максимум. Если бы она была вот такой, может быть, поменьше размером, то долларов 30 стоит. Давайте сейчас сразу вторую распечатаем. Мыльницы возьмем, а решетки... Я думаю, что мы, скорее всего, будем где-то на улице использовать. Хотя, может быть, даже в доме где-то можно поставить. Я не знаю. Но на выходе на патио, где мы обувь составляем, будет отлично вообще. А можно их две рядом поставить? На одной разуваться, а на другой обувь составить, да? Будет красиво. Они и выглядят хорошо, посмотрите. И качество хорошее. И не будут скользить здесь такие, как эти резиновые ножки. Супер. И вода не будет собираться под обувью. Стекло и отлично вообще. А мыльницы просто загляденье. Бамбуковые тоже. Вообще супер. Вот это супер. Давай вот эту вот. Эту? Вот эту, да. Потому что мне кажется, что здесь что-то будет для меня. Потому что написано, давайте готовить, давайте есть. И дальше что-то, мы как ногами не вижу. А, и смеяться, что ли, да? Есть, это мы любим. Готовить меньше. А смеяться мне после этого совсем уже не хочется. Это вообще не смешно. Да, потому что я уже без задних ног. Кто не знает, у нас 6 человек в семье, четверо детей, которые уже едят как взрослые. И если здесь вот то, что нарисовано, это всегда хорошо. Потому что самое главное, знаете, раньше кастрюли, которые я считаю маленькими, кастрюли-сковородки, для нашей семьи мне казались прям большие, большого размера. А сейчас они для нас крохотные. И если здесь то, о чем я думаю, то это будет... Ой, ну как все по-серьезному упаковано. Какая-то кастрюля. О-о-о-о. Сколько, главное, понять, сколько здесь кастрюлик. Ой, тяжеленное какое. Так, и крышки еще есть. Крышки, смотри, какие прикольные. Ой, слушайте, какое-то прям все супер брендовое. Навье. Навье, да, мы первые это распечатываем. Какой прям идеальный размер кастрюли для нашей семьи суп варить. Поверхность антипригарная, судя по всему. Толстые стенки, толстое дно. Бренд какой-то риса. Я первый раз такое вижу. Ну и прихваточки. Но этого добра у нас хватает. Так, давай посмотрим на продолжение. Размер, наверное, 10 где-то, да, во фенчей? Да. Это сковорода. Ой, очень хороший размер тоже вот этой вот. Ее можно использовать, ну, скорее всего, как кастрюлю. Жарить навряд ли в ней. А так, знаешь, макароны сварил для макаронов, для чего-то. Таких я еще не видел крышек. Да. Не написано, где сделано. Можно ли это в дешва шаримыть, не написано. Смотрите, какая ручка. И главное, она тяжеленная такая, понимаете, очень плотная, тяжелая-то крышка, ручка. И все остальное тоже тяжелое, добротное такое, толстые стенки. Видим, я думаю, что это дорогая, наверное, посуда. Во-первых, было очень тяжело их найти. Во-вторых, я нашла на Амазоне, там нет в наличии за 149, за 150, за 23 стрелки. Да, и написано, что они без каких-либо химикатов абсолютно здоровые, ну, в общем-то, безвредные. Я нашла на ebay, но на ebay какая-то безумная цена на них. Вот они точно. Это производитель какой-то Ева Лангория какая-то. Они так называются, Риса Коквер, вот это, Бай, произведено какой-то там Евой какой-то. Ну, в основном, какая-то известная актриса, только ее зовут правильно Ива. А, окей, ну, Ива так Ива. По-моему, какая-то испанская или мексиканская женщина. Стоит, ну, ebay, 217 долларов. Я не знаю, давай 150 дадим, потому что нет в наличии, но стоят они 150. Ну, и очень хорошие отзывы об этой посуде, что она действительно толстостенная, хорошо на ней готовить и безвредная. Вот. Вообще супер-супер. Вот это прям подарочек. Давай, давай. Может, давай на полу ее раскроем? Посмотрим, что здесь. Странная коробка. Такое чувство, что в этой коробке не высылали. Нет никаких несрезанных адресов, ничего. Может, это сборная солянка? Да кто его знает? Сейчас посмотрим, сборная ли там солянка или не сборная. Так, это что за тряпка? Вообще нет никаких этих. Может быть, это под карпет стелить? Так, это войлок? Серьезно? Или нет? Главное, чтобы не стекловато. Ну, это не под карпет, да, Вов? Нет. Ну, это подо что-то подушка. Слушай, огромной длины, да? Огромного размера. Что-то подо что-то. Не хочется нам доставать. Неизвестно, из чего это сделано. Много будет пыли сейчас. Да, много будет пыли. Мы сейчас попытаемся через гугл понять, что это такое. Мы решили все-таки выйти, потому что я немножко разобралась, что это. И, возможно, может быть, себе будем постелем. Хотим помнять размер. Да, может быть, подарим кому-то. Ой, от него вот этого много всего летит. Хорошо, что мы дома это не вытаскивали. Так, но это гигантский какой-то размер. Это, знаешь, похож на какой-то или 8 на 10? Нет, даже больше. Это 8 на 10. Будем считать, что у нас 7 на 9 какой-то вот такой. 7 на 9, да, правильно. Вот, такой стоит оригинальная цена 137 долларов, а сейчас продается за 117 долларов. Это подстилка под ковер. Это как пэд, подушка под ковер. Кладешь вот это, сверху ковер, и он и не скользит, и мягкий. Знаешь, бывает, если ковер такой тонкий, вот это используется под ковер. Так, мы будем это использовать или будем дарить людям? Будем дарить. Дарить будем? Да, думаешь, у нас такого размера нет. У нас есть такой, как раз он белый. Да, да. Нам такой не нужен. Поэтому, если кто-то из наших зрителей захочет у нас это взять как рождественский подарок, у нас имейл под видео, пишите, приезжайте, забирайте, дарим. Здесь еще важна толщина. У нас очень толстый. У нас четверть этого инча, да? Четверть инча. Очень толстый, поэтому он дорогой. Примерно 7,5 миллиметров. Они бывают тоньше, и, видимо, знаешь, это тоже мягкость дает, не скольжение хорошо. А это вот толстенные, представляете, как вот. Поэтому, возможно, у кого полы холодные, кстати. Хорошо, да? Да, кстати, у нас бетон. Да, у нас полы нормальные. А если у кого краудспейс, и не особо хорошо утеплено. Да, возможно, это очень даже хорошее, к Рождеству кому-то достанется. Ну, давай вот эту. Там написано, что металлическая... Вот она, сборная солянка. Да, сборная солянка обязательно есть, это хорошо. Написано, что это металлический забор для сада. Может, для огорода, не знаю. Возможно, там что-то такое, что нам пригодится. Так как у нас есть, может, положить надо? Может, и надо. О, ну, это чисто декоративная, да, Вов? Думаю, что да. Металлическая. Давай мы посмотрим, как это выглядит. Так как у нас весной будут какие-то проекты, там, с клумбами совсем. В принципе, возможно, это нам пригодится или на огороде. В нашем случае весна, это уже начало февраля. Да, поэтому положим в гараж, в любом случае, эту находку. Упакованы так все по-заводскому. Скорее всего, мы первые, да, вовсе это открываем. Одна же началась. И коробка, наверное, та тоже была. В этом как раз у меня нет никаких сайтов. Ой, слушай, колышки. Хорошо будет вставлять. Мне интересно понять, между собой соединяются они или нет. Да, вот, видишь, крючки. А, то есть они вдеваются. Здесь дырки. А давай две соединим, посмотрим. У нас их... А сколько у нас их? Пять, да? Пять. Почему не шесть? Почему нечетное число? Почему не шесть? Потому что пять. Надо тебе шесть, подкупи еще. Хочется посмотреть, как это будет выглядеть и придумать, как это использовать во дворе. На самом деле, если приложить голову, можно конфетку из всех наших находок сделать. У нас уже вон и сетка какая-то лежит. И теперь еще и заборчик. Нужно только, чтобы еще фантазию нам кто-нибудь подкинул. Распаковать фантазию. За фантазией надо обращаться к Гудвину. Это знаешь, как, Вов, наверное, вокруг дерева в форме пятиугольника, да? Да в какой хочешь, делай форме. Ну, просто я сейчас представила, ты его так вот соединяешь, и вокруг дерева это ставится. Не обязательно использовать пять. Можно больше, можно меньше. Ну, да. Такой декоративный заборчик. Но он выполнять будет роль чисто декоративную. Ну, может быть, для того, чтобы маленькие собачки не подходили к дереву, там, что-нибудь такое. Так вот, для большой собаки, для кошки или для животного это, в принципе, не преграда. Ну, что, нашла на Амазоне прямо именно точно такое же, только здесь, мне кажется, шесть. А, пять написано, вот пять. Пять в упаковке, такой же размер. И стоит 59 долларов. Слушай, а недорого для такого, то, что это металлическое, красивое. Обычно это все дороже. Но оно полое внутри. Если бы оно было цельное, металл, то было бы значительно дороже. Но так как это чисто декоративное, полого этого более чем достаточно, пустота. Ну, и мы сейчас перейдем к самой загадочной. Так, она не очень тяжелая, да? Да. Были потяжелее у нас, где у нас вот это вот, всякие шампуни попались. Там было очень тяжело. Вот, это не такая загадочная коробка. Для тех, кто впервые нас смотрит, это называется мистери бакс. То есть сюда наваливают. Так, ну, здесь одежда. Одежда, да. Знаете, как люди покупают онлайн, меряют. Не понравилось, они ее возвращают. А потом ее не перепродают. Ее вот так вот, видите, видимо, сваливают. Думаю, что ее померили. Она вон, как все сложено, аккуратно. Да? Ну, я не знаю. Видимо, нет, ру мерили. Потому что мне кажется, что нам, когда вот попадалось... Ну, вот смотри, как свалено. Это может быть, да. Да, поэтому это по-разному. Тут много предметов, да? Да, возможно, это костюм какой-то, ну, сет в смысле. Набор, да? Тут совсем белый, черный. Такое. Вот давай с нее мы и начнем как раз. Сейчас будем смотреть, что нам в этот раз положили. Оценивать. Да, слушай, правда, здесь что-то упаковано отдельно. Но это, видимо, доставали, мерили, Вов. Вот это да. Здесь жилетка. Это, наверное, что-то мужское. Штаны какие-то, как я нам больше на женское попал. Так, если рубашку можно понять по вот этим выточкам. Без безусловно. Да, это женское. Видишь? Для груди. Так что тебя мерить не буду вставлять. Ой, смотри, как красивый сделан. Может быть, это пышный мужчина. Не буду спорить. У нас сейчас мы живем в такое время, когда... Бывает пышный мужчина. Бывает всякое, да. Размер. Какой-то размер. Маленькое, да, наверное? Нет, ничего нет. Штаны широкие какие-то. Это, я думаю, что размер L или XL. Хотя это сейчас модно, вот такие широкие штаны. И тоже нет никаких опознавательных знаков. Ни размера, ничего. И жилетка какая-то. Слушай, возможно, Соня понравится, она любит что-то такое. Может, действительно, это костюм. Наверное. Может, тут пиджак должен лежать к этому, ко всему. По тону подходит. Смотри, снова нету никаких лейблов. Может, действительно это какой-то такой выступатель где-то? Выступательный. Выступательный. Ну, давай вот это распечатаем, и здесь будет видно. Нет, ну это что-то. Скорее всего, пиджак. Я думаю, что это пиджак вот отсюда. Я думаю, что и по тону подходит. Ой, это какой-то плащ, да? Да, это плащ. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И тоже без этикеток всяких, да? Да, вот я сразу еще не получила. Без лейблов. Ну-ка, давай. Слушай, тут даже пуговицы еще нету. Пуговицы нет. И она, знаете, пуговицы такая обшита тканью. Да пуговицы-то это, кстати, не проблема. Просто вообще непонятно, что это какой-то самодел какой-то. Вов, тебе не кажется, что это самодел? Может, это для театра какой-то? А может быть, это на заказ люди шьют? Кто-то что-то заказывает? Для театра. Костюм для театра. Оказывается, это костюм детектива. Мужской, женский, сам выбирай. На Амазоне вот так вот он выглядит. А-ля Шерлок Холмс. Да, а-ля Шерлок Холмс. Только вот этого еще нету. Кулончика. Фул сет. Здесь еще что-то должно было быть, наверное. Так. Ну, я примерно ввела, наверное, средний размер. Может быть, даже ларч. Наверное, скорее всего, ларч. 62 доллара стоит. Костюм детектива. Смотри, здесь есть и какой-то костюм детектива. И вот, судя по всему, это мужское. Радует, да, что не все женское с ценой. Искать не будем на 60 долларов. Это шорты, судя по всему, да, какие-то? Судя по всему, они мощного размера. Большие. Но это наколенные даже больше. Хотя нет, наколенные нормально будет, если так вот. Сороковой. Думаю, что Коля великолепный. Ну, дадим ему померить, если что, подарим кому-нибудь. Классные шорты хлопковые. Так, здесь они, смотри, затягиваются, что ли, да? Да, их можно уменьшить. Карманы. Карманов полно. Полно, да. Такое чувство, что это, знаешь, такие, куда-то в поход ходить. И сзади тоже карманы у них такие широкие достаточно, видите? Куча карманов. То есть это для путешествий очень хорошо, да? Да. 100% готов. Да, очень хорошие шорты. Покажи еще раз, я так вот со стороны посмотрю на них. Мы, если Коле не подойдут, кому-нибудь подарим их. У Люки классные вообще, обалденные шорты. Так, Даша, опять рубашка какая-то, да? Под шорты под те как раз, да? Тоже с ценником. Тоже с ценником. Так, 50 долларов. 50 американских, 43 европейских. Хлопок вроде, да? Да, хлопковая. Ну, тоже какого-то такого же размера, мне кажется, как те шорты. Но, может, чуть поменьше. Ну, в смысле, на человека, на мужчину. Ой, посмотрите, как здесь красиво. Это чисто летняя. Тоже в отпуск. Нет размера. А вот, XL. О, ну как раз, да. Коле, кстати, это будет нормально. Ну-ка, подними нам ее, посмотрим. Хлопковая, да? Совсем не гусенькая. Да, классная летняя рубашка. Супер. Что-то джинсовое. Ой, какая прелесть. Платье, да. Слушай, большое. Но это платье или это как это? Туника или как это? Нет, ну, видишь, да, состегивается куда далеко. Да, ну они платья сейчас, платья рубашки продают. А вообще можно носить как хочешь. А где цену, ой, то есть этот? Ищу. Размер. М. А, ну это кому-нибудь из нас подойдет. Мне кажется, что даже мне могло бы, наверное, подойти. Может быть, девчонкам кому-нибудь. 46 долларов стоит такое платье. Так, ну здесь, я так понимаю, вообще нет закономерности ни в размерах, ни в тематике, ни в чем. Просто. Ой, а это свитер или платье? Это свитер платья. Какой классный. Мне кажется, его можно и с джинсами носить, и можно с колготками просто. Да, наверное, какие-нибудь лосины, высокие эти сапоги, и круто будет. Ткань, мне кажется, смесь хлопка и синтетики, потому что до этого вот нам попадался этот, как его, трикотаж. Есть размер смол? Маленький, да. Маленький. Ну это или Соня, или Лизе подойдут. Ну вот, я нашла это платье на Амазоне. Это все-таки как платье больше. Но это, если видишь, это маленький размер, если учитывать, то это, знаешь, как оверсайз должен быть. Такое, как балахон, знаешь, оно должно как бы висеть. Вот тут на женщине оно прям такое просторное. Выглядит классно. И стоит 42 доллара. Вот какое-то тоже, мне кажется, платье. Сюда по этой резинке, да? Да. Беленькое что-то, а может быть блузка. Вот, заклеено. Не порви, пожалуйста, нам. Ой, такое что-то прям прикольное. О, ну это точно нам не подойдет, это мы нам дарить будем. Я не думаю, что это кто-то будет носить. Слушай, оно с пятнами, что ли, с какими-то? Нет. Или это свет так падает? Да, это свет так падает. Это какое-то мини-платьице. Но это в обтяжку должно быть. Мне кажется, все равно пятна какие-то есть там. Да нет никаких пятен. Слушайте, а посмотрите, как оно красиво это. Вот эти вот плечики. Снизу оборочка, рюшечка такая. Гляньте, как красиво выглядит. Ой, и сзади, посмотрите, как будет смотреться. Классная платьица. Стоит оно 40 долларов. Там много здесь вещей. Да никого туда. Да давай-ка вот этот вот синенький, мой любимый такой цвет в плане одежды. Ой, это что-то какой-то набор. Папальник? Да нет, это, наверное, летняя что-то. Кофточка, наверное, со штанами. Это прям я Соню в этом вижу. Ткань неплохая. С какими-то листочками. Легкая, летняя. Размер, Эль, Сонин, да? Ну-ка. Это штаны? Нам показывай их. Ой, такие, слушай, какой классный набор. Я прям Соню в нем вижу летом. Супер вообще. Посмотрите, какая классная летняя вещь. Как набор этот хорошо выглядит. Вообще супер. Вот. Стоит 36 долларов. Недорого. Чтоб понять, что он опять такой. Супер. Наверное, да. Как-то помят. Ну, какой-то обычный. Ну, вот этой штукой. Да. Ну, да ладно, как можно этот... А, это известный бренд Би Би Дакота, вот этот. Стив Мейден. Это брендовая вещь. 90 долларов стоит. Я сначала думала, что за тряпка какая-то? Ну, подними его, хочешь посмотреть на него. Ну, такой приятный светерочек за 90 долларов. Ладно. Подарочек. Опять что-то такое, да? Так, размер М. Опять такие же какие-то штаны, только смотрите, трикотаж и хлопковые. Такие хорошие. И что здесь? Ой, какая-то блузочка. Слушай, какая прелесть. Размер М, ты сказал, да? Да, размер М. Ну, я думаю, что Соня-то подойдет. Цвет приятный. Раньше такое делали, как это, домашнюю одежду, спать или еще что-то. Такие может это есть? Нет. В последнее время модно вот такие наборы продаются. Широкие штаны трикотажные, такого же цвета блузка. Костюмы. Это модно сейчас. На Амазоне очень много такой одежды. Я не смогла найти. Очень сложно этому гуглу распознать. Я могу смело долларов 45-50 этому набору дать. О, горошек, да? Как я люблю горошек. И такой цвет еще приятный. Класс. Да, ну или платье, или блузка. Скорее всего, платье. Ой, какое красивое. Если это будет мне как раз, я буду самым счастливым человеком какое-то время. Слушай, какое классное. Смотри, давай положим, положим. С запахом оно, да? Мне кажется, недавно нечто подобное попадалось тебе. Да? Угу. Мне уже столько всего попадалось. Я пока складываю там в одно это, пока зимнее время, не используем. Да, это, короче, какое-то платье с запахом. Размер есть? Нет. Иль, смотрите, как выглядит красиво это летнее платье. Вообще супер. 57, 66, 58 долларов. Вроде там уже дно показалось, да? Опять рубашка какая-то. Похоже. Ну, сегодня для мужчин что-то есть, да, хоть? Какой размер? Тоже опять какой-то. Но это очень большая, да, мне кажется? Текстовая арча. Даже Коля будет великовато. А ткань. Хлопок, наверное, какой-то плотный, да? Так, а ничего не написано, цены нет, да? Вот что-то. Made in Pakistan. А, ну смесь катон и это, смесь. Ну, это прям совсем какая-то большая. Поднимешь, Вов? На кнопку. А, на кнопку. Вот это хорошо. Поднимешь, посмотрим. Ну, дадим Коле померить, если что, кому-нибудь подарим. Точно такого размера. Не вижу. А, кулинари. То есть это для повара, да? Это поварская одежда. Окей. Давай тридцаточку дадим. Уже близко. Ко дну. Идем ко дну. Это, как ее, вилет, вилет, да? Нитки. Ну-ка. Цвет, конечно, такой, да? Немножечко веселенький. Вот что-то есть. Кирпичный или как назвать. Сайз 10. 100% котон. Так, ну это кому-нибудь дарить, наверное. Хотя девчонкам можно предложить померить. Именно такие, я не знаю, как найти. Короче, давай тридцатку-сороковку дадим. Возможно, они дороже стоят. Потому что вильветовы очень хорошего качества, плотные такие. Еще четыре, да, наверное, вещи. Так, какая-то блузка. Не поварская, случайно? Рука. Ой, посмотрите, какой красивый рукав. Такой, очень широкий. Я думаю, что это может быть одежда медсестры. Да нет. Точно. Это какая-то блузка. Размер L, да? В принципе, хороший размер. Есть бренд. Кстати, это ткань натуральная. Моя любимая ткань. И она двойная. Смотрите. И вот это вот точно будет такая дышащая, приятная. Бренд непонятный. Да это бренд, они там китайские эти штампуют, пишут обычье на них. Ну давай поищем. Или так, дадим 35. Так, 35 и все. Цвет тоже красивый. Ой, это платье какое-то, наверное, да? Ой, ой. Мне кажется, коричневое такое, да, мне попадалось. Только больше, по-моему. Да. Вот вырез для шеи. Точно такое коричневое уже попадалось, Вов. Да. Я мерила, оно такое красивое. Какой размер. Раз. Это для девчонок. Мне коричневое попалось. Просто вообще идеально сидит. Идеальный размер. 56 долларов оно такое стоит. Не будем искать. Уже точно такое попадалось. Больше 50. 100%. Потому что и ткань хорошая, такая легкая, воздушная. И пошив хороший. Смотрите, какое горлышко. Так, что тут у нас? Подходим к концу. Рубашка. Так, да-да, рубашка. Хлопок. Хлопок, знаете, хороший такой, плотный, классный. Хлопок, это похоже на... Может быть, хлопок и лен смесь. Это лен и катон, да. Да, хлопок. Это самая лучшая ткань, потому что... О, папульчик, это твой размер. Это такая же рубашка, как зеленая у меня попалась. Да? И размер тот же самый. Хорошая, да? Такая просторная. Когда один лен, она грубоватая и мнется сильно, а когда с хлопком, вообще идеальный вариант. Ой, папульчик, тебе подарочек. Да, наконец. Ну, конечно, хоть что-то тебе попалось. И белое, и... Тиски мне, и рубашка. Давай, ей дадим полтинничек, так как это натуральное, хорошего качества рубашка, полтинничек дадим, и все. И носи. Ну и последний на сегодня пакетик в мистере коробке, в мистической коробке. Ой, какой цвет красивый. И тоже опять что-то очень красивое. Ой, 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 это какая-то блузка или платье. То же самое, вырез для шеи. Ой, вот это очень красиво смотрится. Посмотрите, горловина какая-то. Смотрите, вот это, наверное, бант завяжется. Будет очень красиво. Это, скорее всего, блузка или очень-очень короткая платьица, менее-менее прям. Мне кажется, это прям чуть выше колена. Да, я очень хочу найти, посмотреть, как оно будет выглядеть на женщине, потому что обалденное платье. И ткань такая приятная-приятная. Посмотрите, как это платье выглядит. У нее еще горловина, видишь, оно одно плечо. Оно одно плечо, видишь, как сделано. Ага, окей, серьезно. Очень интересно сделано. Ткань обалденная просто. И отзывы хорошие. Вот, но это можно носить как блузку, я думаю, тоже, потому что это, ну, слишком коротко. Нет, это как раз вот так и носит. В Америке так не носят так коротко. У американцев так в Мексике. Я нашла это на сайте Амазон Великобритании, 53 фунтика. 53 фунта? Да. Значит, 70 долларов. А что, там такая разница, да? Фунт дороже. 70 долларов в платье стоит? Ну, оно видно, оно видно обалденное. Я, верно, даже больше. Ну, и осталось у нас две или три. Коробок три, но те коробки это один айтем. Окей. Ой, здесь что-то там громыхает. Какой это тренажер. Ну, так нарисовано на коробке. Да, там что-то гремит. Может быть, там это, две палки от тренажера. То, что он распаковывался, перераспаковывался, это 100%, да? Это точно. Ну, давай сейчас откроем, посмотрим. Ой, ой. Ой, мамы миле. Ну, так выглядит, как будто бы вовсе новое, да? Ну, сейчас посмотрим. Клади там на кувер. Сиденье. Это, судя по всему, это велотренажер какой-то. И если здесь все, большой вопрос, потому что вы видели, в каком-то состоянии коробка. Короче, я ставлю 90%. 100% шансов, что здесь и даже половины деталей нет. Если здесь будут все детали, это будет просто рождественским чудом. Вот так это должно выглядеть, если здесь все есть. Мы сейчас отключаемся, проверяем наличие всех деталей. Если чего-то не будет хватать, тогда ляулю или будем думать, короче, что с этим делать. Такой же чуть-чуть с электроникой какой-то. Помнишь, мы собирали тренажер уже один, видишь, сколько деталей? Мне кажется, что здесь и половины нет деталей. Или он уже, знаешь, почти собран. Его только так вот раскрепили. Видимо, не понравился. Я думаю, что, возможно, большая часть деталей уже собрана. Может быть, не смогли собрать? Возможно, а может быть, просто не понравилось. Ну, видите, да? Все разбросано. О, вообще шансов нет, что все детали. Все, мы так и не поняли до конца. Если здесь все детали, судя по всему, каких-то болтов как минимум не хватает в схеме. Поэтому мы будем сейчас собирать по смыслу, так как он уже наполовину собран, или даже, можно сказать, большая часть его собрана. Если каких-то болтов не будет хватать, мы свои постараемся заменить. Ну, а если уж таких крупных деталей, то тогда... Извините. Извините. Рождественское чудо. Почти все есть. Основные детали все на месте. Как ни странно, все на месте. Все работает. Кроме... Болты, ерунда. Нет вот такого одного, вот сюда. Да. Вот сюда нет. Это нужно будет найти. И нет одного вот сюда. Ну, и плюс фашеров этих, или как они называются по-русски? Это же болты нет, как кольца эти. Вот такие кольца металлические. Их сюда нужно надевать, чтобы лучше все крепилось. Все остальное работает. Все остальное есть, все остальное работает. Даже батарейки есть внутри. Да, то есть он... Вот сейчас я поставил на самое большое. Читает удары сердца. Смотри, вот если я взял... Пульс, да? Сейчас очень тяжело идет. Давай уменьшим, скажем, на 5. Вот. Все, я погнал. Ну что? Уже потерял 1,9 калорий. Так, здесь можно регулировать высоту сиденья. Угол наклона можно или нет? Угол наклона, по-моему, такой все время одинаковый, да? Угол наклона точно только такой. То есть если у тебя ноги длинные, просто сиденье выше поднимаешь и все. Высоту сиденья можно очень сильно поднять. Сейчас покажем. Оно тут очень мощно крепится. А, то есть это можно на очень длинные ноги. Вот куда можно поднять. То есть это такой простенький велотренажер, где можно менять нагрузку. Можно видеть, как ты теряешь калории, пульс измерять. Интересно, а расстояние, дистанция там видна? Обычно еще дистанцию показывают. Я сюда даже не дотягиваюсь. Это теперь только для Коли. Да, Коль тоже не дотянется. Да? Тут прям 2,10. Мне кажется, ты сейчас перевернешься на елку. Слазь давай. Она хорошо, устойчива. Да, кстати, там колесики есть, да? Она может складываться. Смотри, как легко перевозить. Да, перевозить легко. И может складываться. Там металлическую штуку вытаскиваешь, и можно сложить и хранить где-то в это собранную. Заскиваешь? Ой, да какое чудо-то! Чудо-то какое! И места совсем немного занимает. Да. Вау, я удивлен. Его можно в уголочек там поставить или на улице можно где-нибудь поставить. Хочу карман проверить. Да, телефон окей сюда вставляется. Ну, не чудо ли, а? У меня вообще не было надежды, что мы что-то соберем. Я думала, что это будет просто мусор. А целый велотренажер. Так как он в коробке весь там... Да. Возможно, из этой коробки все и высыпалось. Да, вот это. Вот сюда мелочи его разобрали, просто покидали туда. Ладно, это мы все найдем. Будем засчитывать как полную цену из-за шурупов, да? Это ерунда. Нашла его только на Алиэкспресс. В Волмарте тоже продается, но он не был в наличии. А вот в сток, поэтому там цена неправильная. Смотрите, сколько стоит на Алиэкспресс. Оригинальная цена 302 доллара. Сейчас продается за 233 доллара со скидкой. С Алиэкспресс там дешевле все значительно в Америке. И не зачитать полтора, да? Да, поэтому мы смело можем здесь по американским расценкам 300 долларов дать. Представляете? То есть получается, палет у нас окуплен вот этим тренажером. Все остальное бесплатно. Найдем болты, шурупы или что там, я не знаю, как это все называется. И, естественно, с удовольствием будем им пользоваться. Это точно цена. 300. Ну и напоследок. Мы с Вовой считаем, что это набор одинаковые коробки. И там, мне кажется, мы видели, что написано. Одна коробка из двух и вторая из двух. Это на боковушке, по-моему. Да, подожди. И вот здесь коробка одна разорванная. А, она снизу разорванная, да? Да. И там можно, в принципе, видеть, что это мебель и что там то, скорее всего, что нарисовано на этих, на коробках. Мы неправильно положили их. Да. И они очень тяжелые. Вов, сколько, ты думаешь, две коробки весят? Думаю, что в районе 250 паунтов, а это где-то 120-115 килограмм. Короче, это очень тяжелые. Мы тут с Вовой передвигали их вот оттуда вдвоем. И, судя по всему, здесь стол. И если там действительно такой стол, и если там все есть, и если это... Даже если будет какое-то повреждение, это ерунда. Вот, смотри. 61 килограмм. В одной коробке. Одна сторона. Так, где мы с тобой видели одна коробка из двух? Это я не знал. Где-то мы видели, когда склали. Будем сейчас разбираться. Вот, то это, возможно, очень дорогая будет находка, потому что это вот этот стол, от этого производителя... Надо понять, то ли там и все ли... Сборили все это, и не поломано. Ну, может, там что-то нет. Давай, мы будем открывать сейчас, проверять. Судя по всему, вот эта пленка заводская, да, Вов? Да. И мы, наверное, возможно, даже вообще первая открываем, да? Но другая коробка повреждена, поэтому, возможно, его сдали из-за того, что та коробка повреждена. Я прям вообще в предвкушении, потому что мы тот стол, который нам попался в распаковке в одной из предыдущих, мы пробовали, он маленький оказался. А если вот этот будет, это, хороший, я прям вообще буду на седьмом небе. Да, все заклеено напрочь. Очень мощно. Ой, какой цвет хороший. Запаковано. Так, а бумаги есть какие-то? Слушай, я начала сразу кашлять от пыли. Так, есть какие-нибудь обозначения? Да, вот здесь есть. Написано F2, видишь? Так, тяжелая, даже одна деталь уже тяжелая. То есть это очень прочно. Вот этот производитель, там, Саудер, или как его правильно читать, он делает очень хорошие столы офисные. И цвет, смотрите, какой классный. Прям вот то, что надо, идеальный. Я не вижу пока бумаги, это меня напрягает. Да, вот если не будет инструкции, это будет не очень хорошо. Нужно будет додумываться. Ну, или найти инструкцию онлайн где-то. Возможно, наверняка есть. Я нашла по надписям на коробке стол этот, смотрите. Ну, да, похоже, как на коробке было. Да, цену можешь уже сразу видеть. 700 долларов. 800 долларов. Представляешь? Если это будет все круто, это будет прям настоящий рождественский подарок. А осталось мелочь, начать и кончить. Да. Самое сложное, это будет, конечно, собрать и главное найти инструкцию еще. Судя по количеству айтемов, это будет адовая работа. Часа четыре сейчас будет. Да, и я на официальном сайте этого производителя, вот видите, вот название. Так, ну, бумаг нету, значит, будем надеяться, что... Что следующее. Вот, что здесь поврежденного было, да? Ну, вроде бы где этот разрыв, вроде там все целое, нет дырок. И у меня такое чувство, что вот только вот эта разодранность. Я думаю, что вы людям прислали вот в таком состоянии. И людям это не понравилось, и они просто это сдали. Адрес посылки в какой-то офис. Ага, то есть это в офис заказывали, да? Вот, вот, смотри. Одна, да, одна коробка из двух. Да, то есть, по идее, должно быть все на месте. Только вот эта дырка. Значит, вот эта первая коробка, та вторая. Да, 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 и здесь должны быть бумаги. Мы будем надеяться, что они здесь. Эврика! Есть бумаги. Есть бумаги. И нет никаких повреждений здесь, да? Вроде бы, по крайней мере, с этой стороны. Ну, поровно было только здесь. Здесь я ничего не вижу. Начинается. Так, давайте, я сейчас отключаюсь. Мы все распаковываем. Если будет повреждение, мы вам покажем. И будем рассчитывать детали. Но, по идее, должно быть все. Это было долго. Друзья, все есть. Все запакованное. Ничего не повреждено. Это просто, опять-таки, рождественский подарочек. Сейчас мы все это перетащим наверх. И продолжим там. Ну что, друзья, освободили полностью. Просто все отсюда вынесли. И будем собирать здесь стол. Будем надеяться, что результат будет хороший. Потому что потом, если его мы попытаемся вынести, это будет очень тяжело. Одна часть столешницы. Смотрите, какого большого размера. То есть она прям займет. Даже за розетку, наверное, зато. Сборка будет очень долгой. Ну что, друзья, стол готов. Собирали мы его очень долго. Минимум 8 часов. Может быть, больше. Это какой-то космический стол. Целая стенка. Знаете, как в советские времена стенка была. Вот здесь все есть. И он невероятно тяжелый. Его вот теперь уже не сдвинешь. Одной рукой я точно не подниму. Это такая махина. Такой он массивный. И самое главное, что этот стол, я уже его опробовала. Именно то, что я хотела. Я здесь уже поперепробовала несколько столов. Возвращала. Мне было неудобно. А этот идеальный. Просто идеальный. Единственное, что он тяжелый. Теперь давайте перейдем к нюансам. Какие здесь нюансы были. Здесь единственная проблема была. Это вот тут, видите, небольшая вмятина. И немножечко отшелушилась поверхность. При желании это все можно заделать. И если ты не знаешь, что это тут есть, ты никогда это не увидишь. Вот. Все. Все остальное новое, рабочее. Правда, надо все смазать, потому что все такое скрипучее немножечко. Есть ключики. То есть здесь с замочком. Нижняя полка. Вот видите, замочек. Здесь можно хранить документы. Замыкаешь. Ящик очень массивный. Просто так его, ну, конечно, взломать, если при желании все что угодно можно взломать. Ну, а так вот. Видите, еще все тугое. Рельсы все надо смазывать. Так. Такой вот большой ящичек. Был вариант вот это поставить или здесь, или здесь. Я сначала хотела здесь, а потом мы по ошибке начали уже собирать вот здесь. Ну, и решили, что пусть так будет. Это для клавиатуры. Такая вот полочка, она здесь откидывается. Можете видеть. Никите так этот стол понравился. Он сюда перебрался и здесь уроки делает. Вот так вот здесь. Книжку он уже свою положил здесь. Книжку читает. Им очень понравилось это. Слушайте, гляньте, как криво установили. Только сейчас это заметила. Это не откол, это рельеф. Это узор такой. Так, ну и вот здесь. Можно бумаги хранить какие-то там для принтовки. Складывать что хочешь. Ну и здесь, конечно же, места. Посмотрите, сколько. Сборка была очень-очень долгой. Еще раз повторюсь. Посмотрите. Здесь они на каждой странице QR-код давали, чтобы можно было перейти, какие-то детали посмотреть, как что делать. Периодически они вставляли надпись, что, ой, сделайте перерыв, приготовьте себе напиток. Сейчас я... Вот. Не пора ли сделать перерыв и попить чего-нибудь? Ну что, подводим итоги. По моим ощущениям, это самая лучшая находка за прошедший год, а может быть и за все время. Лично для меня. Для канала. Потому что это чистый рабочий офисный стол. Смотрите. У меня тоже здесь есть стул из распаковки. И как здесь будет удобно работать. Представляете? Можно сесть по-разному, развалиться, вытянуться. И вот так. И вот так. И углом. И поставить здесь много всего можно будет. Ну и я вам уже показывала, стоит этот стол 700 долларов. На сайте производителя. Пришло время подводить итоги. Общее мы не будем снимать кучку, потому что много всего, все разбросано. Вы все видели, все помните, что нам попалось. Сначала скажу про коробку. Отдельная коробка там была... С одеждой. Коробка с одеждой. Было 16 предметов. Общая ее цена 819 долларов. Ну тоже неплохо для мистической коробочки. 16 предметов в коробке. И 16 предметов было в других коробках. А ты ее посчитал в 16 предметах, эту коробку как предмет? Нет. Окей, хорошо. Она будет 17 предмет. Да, ага, хорошо. Итак, цена этих 16 предметов 2102 вместе с ценой коробки... С одеждой. С одеждой 2921. Ну короче, мы будем считать, что 3000 магазинная цена всего, что мы приобрели. Да, минус цена, что мы уплатили 2606 долларов. По финансам это не так выгодно, а по результату находок... По полезности. Да, просто потрясающе. За эти 300 долларов мы столько всего крутого приобрели. Никита уже уволок вентилятор к себе. Он так обрадовался. Уже этот... Как его? Велотренажер. Уже опробовал, уже покатался, побегал даже стоя. Вообще супер. Стол, естественно, само собой. Это просто мечта офисного работника. На этом у нас сегодня все, друзья. Всех с наступающими праздниками. Всем всего доброго. Пока. Всем пока. И всех с праздника. Субтитры сделал DimaTorzok